Доброе время суток! Сегодня у нас очень интересная тема, которая до сих пор никем и никогда не поднималась. Я не знаю ни одного доклада на эту тему, хотя история, о которой я буду говорить, конечно, очень старая. Связано, наверное, вот такое невнимание просто к тому, что тема не разработана и, конечно, она представляет из себя чрезвычайно редкое сочетание и так уже редких случаях. То есть не просто наблюдение НЛО, которое сам по себе считается редким феноменом, а еще и наблюдение этого редкого феномена во время грозы. Почему я обращаю внимание именно на грозу, а не на какое-то другое погодное явление, я думаю, в процессе доклада будет видно. Сначала напомним, чтобы было понятно, чтобы был понятен предмет разговора и понятна причина, по которой я выделяю грозу из длинного ряда других стихийных природных бедствий. Сама по себе гроза, к слову сказать, сегодня я буду говорить только о линейных молниях, хотя молнии бывают разные, как минимум трех-четырех типов. Кому интересна тема, в частности шаровой молнии, я отсылаю вас к предыдущим докладам, в прошлом году здесь же был мой доклад по шаровой молнии. Это отдельная, можно сказать, более чем интересная и более чем интригующая тема, но она, к сожалению, в отношении темы НЛО разработана гораздо меньше, чем тема взаимодействия линейных молний и неопознанных объектов. Значит, поэтому говорим об опасности и не только об опасности линейных молний, в первую очередь именно потому, что разговаривать, говорить я буду о тех явлениях, о которых есть хоть какой-то материал. По взаимодействию шаровых молний и НЛО, к сожалению, материала мало и я надеюсь, что если кто-то пришлет свои наблюдения или какие-то письменные источники со ссылками, то в этом случае у нашего доклада будет продолжение. Значит, в двух словах напомню вам о том, что вы все прекрасно видели явление грозы и явление линейной молнии не такое уж редкое. Ну вот сейчас в северном полушарии наступает весна и, соответственно, очень скоро мы снова увидим эти замечательные молнии. Значит, я напомню, как они вкратце, что это такое. Наверно, линейную молнию можно назвать одним из самых опаснейших явлений, против которого у человека, несмотря на весь наш технический прогресс, несмотря на то, что человек научился, и за это огромное спасибо изобретателям, физикам, теоретикам, научился бороться с линейной молнией с помощью громоотводов, к слову сказать, борьба с шаровыми молниями не увенчалась пока таким успехом. Ну, несмотря на наличие разнообразных громоотводов, тем не менее, так сказать, 100% вероятности, даже 90% вероятности защититься от этого явления у нас пока нет. Что такое линейная молния? Обычно среднестатистическая. Это разряд, который проскальзывает между заряженным облаком и заряженной поверхностью земли. Обычно этот разряд длится несколько секунд. Сначала пробегает заряд лидер, который пробивает слой воздуха, который в данном случае служит изолятором. И где-то на расстоянии двух третей от земли навстречу заряду лидера отправляется встречный заряд. Они встречаются, после чего по ионизированному каналу воздуха, по этому энерговоду проскальзывает основной заряд. Естественно, в момент максимального прохождения мощности показатели тока здесь таковы, что на сегодняшний момент такие заряды являются самыми мощными природными зарядами. Ну, по крайней мере, рядом с Землей какие там грозовые эффекты происходят в высшей поверхности облаков и даже в ближайшем космосе. Это отдельная тема, которой мы касаться не будем. Но в любом случае, когда энергетики сравнивают свои достижения для большей остроты и большей доходчивости, они, как правило, сравнивают мощность именно с зарядом линейной молнии. Молния линейная может быть очень разнообразной по мощности и очень разнообразной по расстоянию, которое она пробегает. Из зафиксированных молний-рекордсменов есть такие, которые пробивали за один раз расстояние в несколько сотен километров. Сотен, подчеркиваю. Есть такие, так сказать, наблюдения, они стали доступны буквально в последние годы с развитием техники, что, в общем, говорит о том, что, в принципе, для того, чтобы быть пораженным линейной молнией, в осени обязательно близко подлететь к грозовой туче и нахально, так сказать, тыкаться в нее палкой и ждать, когда тебя, так сказать, молния ударит. Молния может возникнуть и за сотни километров от тебя и, тем не менее, так сказать, сделать так, что заряд пройдет там, где его не ждут. Ну, тем не менее, мы сейчас, я не буду касаться темы молний-рекордсменов. В основном, конечно, большинство случаев, о которых мы говорим, происходят именно в грозовых районах и в грозовую погоду. Случаев, когда молния поражала, там, летательный аппарат, самолет или НЛО на расстояниях очень больших от грозы, пока не зафиксировано. Хотя я догадываюсь, что на самом деле все упирается, так сказать, в источники информации и в статистику. Чтобы проэллюстрировать тему опасности шаровых молний, конечно, я сошлюсь на статистику, очень хорошую статистику, которая была набрана в нашей авиации. На заре авиации встреча молнии и самолета считалась фатальной. Но прошли, авиаторы набрали некоторый опыт и сейчас, когда вы садитесь пассажиром в самолет, и если вы зададите этот вопрос пилоту, то вас успокоят и скажут, что лайнер предназначен для того, чтобы, так сказать, безопасно встретить удар линейной молнии. И в большинстве случаев это действительно правда. Я вам покажу сейчас несколько документальных фотокадров. А сегодня, к слову сказать, в группе Космопоиска я выложил видео, которое случайно сняли с Земли. Видно хорошо самолет, пролетающий на низкой высоте. Я так думаю, он заходит, видимо, находится на глиссаде захода на посадку. И, судя по изумленным комментариям оператора, он сам не ожидал такого эффекта, на высоте примерно чуть меньше километра самолет поражается молнией. Но, тем не менее, так сказать, не дрогнул самолет и, судя по всему, он, видимо, приземлился более-менее по форме. Я показываю вам несколько фотографий. Они однотипные и, в общем, несмотря на ужасные такие вот кадры, тем не менее, должен успокоить вас. Скорее всего, вот это поражение молнии самолета кончилось без каких-либо последствий, без больших последствий для последнего. Вот, подчеркиваю, статистика набрана хорошая и, благодаря этой статистике, конструкторы научились делать так, чтобы самолет встречал удар миллионов вольтной молнии относительно безопасно. Ну, видите, здесь у меня встречаются и случаи непрямого попадания, ну, в данном, на данном фотографии, наверное, это совсем безопасный случай. Ну, вот, примеров, когда на стоянке или в полете самолет получал заряд молнии буквально, так сказать, по себе, примеров таких много. И на многих примерах, как вы видите, хорошо заметно, что молния использует самолет как проводник. То есть, она в него входит и далее продолжает свой путь, проходя насквозь этот самолет, продолжает свой путь, видимо, так сказать, до земли. А может быть, до другого самолета, если найдет. Но, видимо, так сказать, не найдя ничего, так сказать, интересного внутри этого авиалайнера. Ну, вот еще одна фотография, когда молния бьет рядом с самолетом на стоянке. А вот теперь, чтобы... Сейчас я вам показал случаи, которые, скорее всего, закончились без последствий. Ну, или, по крайней мере, о последствиях мы не знаем. Но, однако, так сказать, совсем успокаиваться и говорить, что такие встречи безопасны, нельзя. Это демонстрирует еще несколько примеров фотографий. Для начала фотографии, относительно хорошо закончившиеся, на них самолет получает травму, но, тем не менее, совместимую с жизнью. И самолет дотягивает, несмотря на такую пробоину, дотягивает до земли. И, опять же, в этих случаях, вот еще один однотипный эпизод, в этих случаях, скорее всего, опять же, все закончилось без жертв. Ну, раз самолет стоит на стоянке, соответственно, можно быть уверен, его посадили. Раз посадили, значит, с большой вероятностью раненых и убитых в салоне не было. Значит, почему на нескольких фотографиях вы видите однотипные картины, разможжен нос самолета, есть и противоположные примеры, когда молния ломает удаленные части консоли крыла или хвостовое оперение. В любом случае, входя в самолет, молния, как правило, выходит из наиболее удаленной точки от места входа. Если вошел где-то там в середине или хвосте фюзеляжа заряд, то, скорее всего, опять же, он выйдет из носа, вот из самой дальней точки. Именно потому, что, ну, исходя из законов, электромагнитных законов, которые говорят о том, что заряд будет искать для своего выхода, так сказать, точку наиболее удаленной. Еще один пример с поражением носа. Ну, к слову сказать, обычно в коке, в носовом коке, кроме локатора, ничего жизненно важного не ставится. Конечно, локатор это важно, но даже с пораженным локатором самолет, в принципе, способен летать и, конечно же, способен совершить аварийную посадку. Поэтому такие эпизоды, как бы, не страшны. Ну, вот есть пример пострашнее. Здесь уже, что называется, лично я представляю себе, каково было пилотам, которые получили удар за своей спиной. Вот как этот же случай выглядит, вид вблизи. То есть, место поражения линейной молнии достаточно мощное. И я думаю, что, скорее всего, в данном самолете, ну, как минимум, там, погорела электроника. Ну, и далее, так сказать, примеры совсем печальные, когда от самолета почти ничего не остается. То есть, мол, нет, хотя, подчеркиваю, в большинстве случаев я не желаю у зрителей вызывать состояние аэрофобии, чтобы вы не боялись сесть в самолет. Конечно, скажу, что таких эпизодов, безусловно, меньшинство, вернее, очень маленький процент. Хотя, я догадываюсь, что среди самолетов, которые сгинули над океанами и так и не были найдены, наверняка есть некоторый процент, причина исчезновения этих самолетов, возможно, связана как раз вот с этой опасностью. Что, кстати говоря, объясняет, почему самолеты пропадают, не успев передать сигналы бедствия. Ну, понятно, что подготовиться и быть готовым к такому поражению, наверное, вот еще пример. Не может ни один пилот. Ну, кровожадные подробности вот этого поражения китайского самолета я опущу. Ну, есть пример, который, наверное, говорит не только об опасности, но и о героизме, в данном случае советских пилотов, которым удалось посадить самолет, несмотря на то, что молния выбила огромный кусок левой консоли крыла. Ну, вообще, должен сказать, о живучести советских самолетов ходят легенды, но вот в данном случае это прекрасный пример того, что, несмотря на такую опасность, тем не менее, так сказать, тем не менее, люди всегда имеют шанс спастись. Ну, мы плавно приближаемся от темы воздействия молний на самолеты к теме воздействия молний на НЛО. И прежде чем дальше я буду говорить, добавлю, что все, что вы видели в виде наглядной такой демонстрации опасности линейных молний для самолетов, все это абсолютно точно касается и опасности для НЛО. Но плюс к этому, вот теперь, так сказать, несмотря на то, что мы априори считаем, что НЛО-подобные аппараты, которые, возможно, принадлежат более высокоразвитым цивилизациям, и они превосходят наши летательные аппараты там на многие порядки, что, в общем, абсолютно точно. Но в плане безопасности, в плане живучести при встречах с линейными молниями, этот вопрос более чем спорный. В связи с тем, что линейная молния для наших самолетов, как правило, несет опасность именно такую, которую вы видели, то есть, как правило, эта опасность выражается в поломках, в разрушении части конструкции, части фюзеляжа, и не более того. Очень редко, опасность при ударе молнии, очень редко страдает электроника. И совсем редко, я бы сказал, я таких случаев просто не знаю, во время удара молнии страдают люди и экипаж, поскольку у линейных молнии есть одно замечательное свойство, они попадая в какое-то транспортное средство, автомобиль, поезд, самолет, неважно что, если это транспортное средство из металла, то заряд электрический распространяется по поверхности, по обшивке этого летательного, любого, не только летательного, этого транспортного средства. Поэтому люди, находящиеся внутри, как правило, находятся в абсолютной безопасности. К слову сказать, просто напомним так на всякий случай, если вас гроза застала в автомобиле, то расслабьтесь и получайте удовольствие, из машины не вылезайте. Более безопасного места во время грозы, чем автомобиль, ну или поезд, или самолет, и придумать себе невозможно. Если самолет стоит на стоянке, конечно, если у него трап подведен к самому самолету, то ничего опасного нет, даже если в него попадет молния, вы будете в полной безопасности, и у вас будет там пару минут для того, чтобы выйти из загоревшегося авиалайнера. То же самое касается автомобиля. У меня есть масса фотографий пораженных молнией автомобилей, но при этом понятно, что люди, находящиеся внутри, абсолютно точно остались живы. Если вы выйдете из машины, не дай бог вы это сделаете, к слову сказать, во время попадания молнии, в этом случае вы гарантированный труп, а если вы сидите внутри, вы гарантированно оставитесь живы. Если же вы выйдете из автомобиля заранее, то, что называется, вы играете просто в рулетку. Можете остаться живы, можете, а может и нет. Подчеркиваю, оставайтесь в транспортном средстве, если это транспортное средство металлическое, и более безопасного места придумать себе невозможно. Вот это касается любых транспортных средств, как наших, так и не наших, так и, так сказать, возможно, внеземных, о которых мы будем говорить дальше. Но принципиальное различие между последствиями таких ударов для наших транспортных средств и для более совершенных состоит в их конструкции. О чем идет речь? Помимо чисто механического повреждения от удара высоковольтного заряда, есть, безусловно, и воздействие ЭДС, воздействие электрического заряда, который способен на короткое, а может быть, так сказать, и не на короткое время, вывести электронику из строя. Если речь идет об электронике или электроприборах, которые не принципиально важны, это одно, но совсем другое дело, когда касается НЛО. Ну, впервые это, наверное, заметили, подчеркиваю, это мои сведения, возможно, кто-то найдет более ранние сведения, Ну, вот в литературе, научно-популярной, я встретил сообщение от 1885 года, когда впервые в Москве вдруг обнаружили, что, оказывается, во время грозы идут звонки по телефонам. Ну, понятно, что телефонизация Москвы произошла относительно недавно, телефон был еще свежей игрушкой, еще, так сказать, никто, мало кто знал его последствия, его свойства, и для большинства людей, у которых телефон был, было невероятно узнать, что, оказывается, молния способна звонить на телефоны. Сейчас мы, конечно, знаем и не такие сюрпризы, Ну, вот тогда, так сказать, это был, наверное, первый и удивительный факт, который, ну, конечно, впоследствии объяснили воздействием магнитного заряда на провода. Но каким последствиям тяжелым может привести вот такое наведение электрического заряда на электрическую цепь? Это, так сказать, зависит от того, какую функцию электрическая цепь несет. Если это банальная телефонная линия, то ничего более страшного, чем звонок, которое вас разбудит в три ночи, мы такие случаи встречали, ну, еще более страшный вариант, просто перегорят провода. Но совсем более страшного варианта, наверное, не существует. Совсем другое дело, когда речь идет не просто об электрическом проводе, натянутом между пунктом А, населенным пунктом А и населенным пунктом Б, а речь идет об электрической цепи, которая намотана, или, правильно сказать, сосредоточена на поверхности летательного аппарата. Значит, я чуть позже покажу, почему у меня такая убежденность есть. Впервые со случаем поражения от молнии вот такого, так сказать, летательного аппарата мы, в смысле, земляне, столкнулись в 1947 году. Значит, об этом случае, безусловно, я должен сказать чуть подробнее, но прежде напомню о том, как выглядят среднестатистические, или, так сказать, наиболее распространенные летательные аппараты, НЛО-подобные летательные аппараты. Мы такую информацию имеем из разных источников. Вот таких схем, которые нарисованы со слов очевидцев, которые видели НЛО очень близко, плюс, так сказать, задействованы при рисовании таких схем были фотографии. То есть, это рисунки достаточно подробные, достаточно точные. Ну, то есть, они соответствуют, ну, скорее всего, соответствуют правде жизни. И рисуя их, я постарался избежать какого-либо фантазирования, ну, и какой-либо доли своей фантазии. Значит, таких рисунков у меня есть несколько сотен, я покажу вам всего несколько штук. А показывая, обращаю внимание, что очень часто встречающийся вариант при описывании вот таких разнообразных конструкций, надо сказать, конструкции действительно очень разнообразные, бывают повторы, хотя, кстати, как правило, ассортимент подобных летательных аппаратов огромен. Ну, по крайней мере, еще раз говорю, у меня этот ассортимент несколько сотен в разной степени прорисовки. Но большинство из них, как правило, однотипны и говорят о том, что внутренняя поверхность подобных летательных аппаратов достаточно большая, внутренний объем большой, то есть, как правило, он занят кабиной, приборами, какими-то креслами, ну и прочими, так сказать, агрегатами, не являющейся частью движителя и двигателя, ну и других систем управления и систем движения. И, видимо, так сказать, для того, чтобы нам говорить о движителе подобных аппаратов, единственная возможность есть это обратить свой взор на оболочку этих аппаратов. Как правило, она очень небольшая, то есть, в пределах не более 10 сантиметров. Но чисто технологически, как я покажу дальше, в принципе, нет принципиального запрета на то, чтобы внутрь такой оболочки засунуть и силовой каркас, и движитель электромагнитный, и, в том числе, и, возможно, источник энергии. Ну, еще несколько примеров с теми же самыми выводами. Даже большие корабли имеют массу помещений, а на машинные помещения, на помещения с двигателями и, возможно, там с топливными какими-то, топливные отсеки остается очень мало места. Поэтому, опять же, так сказать, о какой бы конструкции мы ни говорили, мы возвращаемся к тому, что, к одной и той же идее, что движитель рассредоточен по всей поверхности аппарата. Значит, это, в данном случае, конструкцию я показываю уже не внеземную, а вполне нашу. Сделана эта конструкция, естественно, не без оглядки на подсказки со стороны неба. Вот. Ну, в данном случае, это конструкция уже нашей установки машины времени. Но принцип, опять же, так сказать, используется все тот же самый. Движители, в данном случае, это электромагниты. Вот единичные, так сказать, единичные элементы этой самой силовой установки показаны отдельно. Но, в любом случае, они расположены по поверхности аппарата. Ну, вот показывают принципиальную схему машины времени, где опять встречается все тот же самый принцип. Это уже конструкция наша. Снова повторюсь, не без влияния, конечно, не без подсказки информации, которая приходит при изучении НО. Ну, и хотя в конструкции я, честно говорю, использовал при конструировании этого аппарата, я использовал силовые элементы, силовой каркас, так как я это привык делать с помощью шпангоутов и других силовых элементов на наших летательных аппаратах. Подчеркиваю еще раз, здесь есть некая дань современному уровню авиационно-космической техники и ее симбиозу с техникой инопланетной. Вот это некий симбиоз, может быть, когда мы, наконец, научимся со стапелей наших заводов выпускать летающие тарелки, наверняка, так сказать, вот такого анахронизма, как силовой, как раз металлический, мы уйдем, наверняка будет силовой каркас из каких-то композитных, более легких материалов. Ну, вот с такими оговорками, так сказать, вы имеете некое снисхождение, так сказать, к этой конструкции. Это все-таки, что называется, не самая последняя, наверное, инженерная мысль, хотя и до сих пор, так сказать, недостижимая, почти недостижимая, можно сказать, почти фантастическая для нас, хотя, так сказать, при желании, в течение нескольких лет ее можно сделать. Ну, я ее показываю, опять же, все с той же самой целью продемонстрировать, что несмотря на то, что эта техника на порядке по своим тактико-техническим характеристикам превосходит современные лучшие образцы авиации и космонавтики, подчеркиваю, несмотря на то, что эта техника лучше по всем показателям, у нее есть одно слабое место, на которое, так сказать, я и начал обращать ваше внимание с самого начала. К сожалению, удар молнии, удар линейного заряда по этой технике гораздо более губителен, чем удар молнии по технике более примитивной, по технике, на которой летаем сейчас мы. Если заряд тока большой мощности, попавший на фюзеляж современного авиалайнера, проходит по оболочке этого фюзеляжа и стекает в воздух, то есть без каких-либо серьезных последствий для конструкции и аппаратуры современных самолетов, то тот же самый эффект, то же самое действие для летательных аппаратов с электромагнитным движителем ведет как минимум к очень жесткому воздействию на сам движитель. То есть, иными словами, самое уязвимое для молнии место находится именно там, где молния распространяется, на поверхности аппарата. Подчеркиваю, это слабое место, я прекрасно это озазнаю, как будем решать эту проблему. Это вопрос очень интересный и очень важный, но на первых порах, когда подобные летательные аппараты у нас будут, наверное, в инструкции к позвоню будет написано большими буквами требование всячески избегать грозовых районов. Значит, ну вот как выглядит силовая оболочка. В принципе, она может быть там сколько угодно малой величины, там вплоть до сантиметра, может быть даже в перспективе и меньше, но я не вижу смысла делать совсем тонко ее, размером бумаги это абсолютно, так сказать, не нужно. Но оболочка летательных аппаратов порядка сантиметра или там нескольких сантиметров, включающийся силовой каркас и движитель, вот он, движитель, состоящий из нескольких слоев электромагнитов, движитель, видимо, придется создавать по нанотехнологиям. Большой привет нашим нанотехнологам! Значит, и в качестве, так сказать, подсказки извне, я напоминаю о образцах подобных движителей, которые уже находятся в наших руках. То есть еще до момента, когда нанотехнологиями занялись в России и в других странах, а точнее в 86-м году, образцы этой нанотехнологической оболочки, оставшейся после взрыва не нашего летательного аппарата под Дальнегорском, разошлись в самых разных лабораториях. Некоторые образцы находятся и у нас до сих пор, и некоторые из этих образцов однозначно говорят, что перед нами обожженные, но обожженные в результате аварии, куски, оболочки размером не более сантиметра, и внутри этих обожженных кусков мы видим вот такие вот сетчатые структуры. Видимо, так сказать, это и есть элемент, это уже не элемент силовой, это элемент как раз электромагнитного движителя. Ну, более подробно об истории изучения обломков Дальнегорского НЛО я рассказывал в других докладах, останавливался на этом более подробно, но при желании найдете, кстати, об этом упоминание. Мы пойдем дальше. С одной стороны, я подчеркиваю, я только что указал на слабое звено, на то, что подобные летательные аппараты, превосходящие наши, к сожалению, очень сильно боятся, ну, бойцов боятся, наверное, не совсем правильно, имеют очень слабую защиту от линейных зарядов, к сожалению. Но, тем не менее, кстати, я думаю, что эта проблема, как и любая техническая проблема, наверняка будет рано или поздно разрешена какими-то цивилизациями, может быть, более мощными, более старыми, наверняка это уже сделано. И некоторые примеры появления НЛО над территорией Земли подсказывают нам противоположные примеры, когда эти аппараты, вот, несколько раз их, в частности, так сказать, ну, не совсем ловили, это неправильное слово, замечали их за достаточно нескромным действием, как рассказывают очевидцы, они воруют энергию с наших линий электропередач. Значит, а именно, зависая над линиями ЛЭП, видимо, так сказать, подкачиваются, подзаряжаются, ну, как наши путешественники, как и я в том числе, все путешественники знают, что вот у нас слабое звено, постоянно садится телефон, и мы, как вот обезумевшие на вокзалах, и везде ищем розетки, и при первой возможности подзаряжаемся где-нибудь, хотя бы хоть как-то на бегу. Вот, ну, представьте себе других путешественников, которые пролетают мимо, видят бесплатную, для них, по крайней мере, бесплатную энергию, которая протекает на ЛЭП, ну, почему бы не подзарядиться. Подчеркиваю, я, естественно, не уверен, что вот такие обвинения в воровстве электроэнергии правомочные, я сейчас не об этом, в конце концов, может быть, для них это действие не является воровством. Вспомните, о чем говорил господин Тесла, мечтавший о том, чтобы энергия была бесплатной и вседоступной, может быть, когда-нибудь так и будет, и подзарядка в таком случае не будет считаться чем-то, так сказать, ужасным и противоправным. Ну, вот такая идея, в частности, меня сподвигла на то, что я придумал, как подзаряжаться нашим летательным аппаратом. Действительно, это не сложно технически и вполне при современном уровне развития техники вполне достижимо. Вот пример я привожу, когда это наш летательный аппарат, вот сверху, кстати, нарисована его схема, зависая над линией ЛЭП, естественно, какие-то крокодильщики, какие-то закидушки забрасывать на провода абсолютно не надо, это, наверное, опасно, может быть, даже, ну и в конце концов, можно вполне без этого обойтись, обстреливая линию ЛЭП с помощью лазера. По ионизированному потоку воздуха, который создает луч лазера, поток энергии вполне может легко, так сказать, перетекать на энергосъемное устройство на этом летательном аппарате. И вот с помощью двух лучей можно подзарядиться, даже, так сказать, не опускаясь на поверхность земли, вот просто на лету. Подчеркиваю, вот несмотря на то, что такие аппараты опасаются, должны вроде бы опасаться любых сильных электрических зарядов, такая возможность у них есть, и, видимо, они ей пользуются. Я вполне могу допустить, что могут они пользоваться даже и на таком примитивном уровне, ну, извините, этот уровень у нас все еще находится на уровне теоретическом, я его предложил 20 лет назад, но до сих пор никто этого не научился делать на практике. Это можно делать, но, видимо, так сказать, пока не настала еще пора воплощения этой идеи. Но я немножко позволю себе пофантазировать еще больше и сказать, что для подзарядки более совершенных летательных аппаратов наличие АЛЭП, в общем-то, и не обязательно. Можно подзарядиться на расстоянии, в том числе и с помощью грозного облака. Да, страшно, да, можно получить заряд больше, чем задумано, но, опять же, проблема техническая может быть решена. Значит, тем не менее, вот теперь я перехожу к опасности, к конкретным случаям, которые имели, возможно, имели место быть с НЛО при встрече с грозой. Сейчас буду показывать вам иллюстрации в хронологическом порядке, и именно поэтому начинаю со случая 47-го года. Да, 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 именно того классического случая, вокруг которого сломано уже столько копий, и вокруг которого, вот, очень даже недавно, по-моему, 4 или 5 дней назад, снова возник всплеск интереса, якобы связанный с тем, что, цитирую, было доказано, условно сказать, это неправда, о том, что аппарат, потерпевший аварию 2 июля 47-го года над Розуэлом, оказывается, был нацистским летательным аппаратом. Значит, сейчас несколько слов, почему это неправда, я постараюсь сказать. Для начала напомню, почему эта история имеет к теме молнии прямое отношение. Дело в том, что из рассказов участников, точнее, очевидцев этих событий, в первую очередь, со слов фермера-ковбоя Брезила, известно, что в момент, когда произошла катастрофа, была сильная гроза. И вот, именно обеспокоены этой грозой, Брезил вышел из своего дома на ранчо, для того, чтобы, как он говорит, спасти овец. Он опасался, что из-за очень сильной, мощной грозы, которая грохотала вокруг, вот, буквально там, действительно, гроза была очень из ряда вон выходящая. И вот, опасаясь, что такие мощные разряды разгонят его овец, он вышел, так сказать, этих овец спасать. И в это время над ним, над головой прозвучал мощный взрыв, видимо, молния попала во что-то. У Брезила была даже мысль, что пролетавший самолет, ну, вот, поскольку был дождь, темно, разбираться было некогда, нужно было делать дело. В общем, только утром он обнаружил многочисленные обломки, которыми было усеяно его ранчо. Значит, это были обломки пролетавшего летательного аппарата. Сначала он решил, действительно, что это военный самолет. Ну, вот, изучая эти обломки, он все-таки пришел к выводу, что это не могут быть обломки нашего летательного аппарата. Уж больно, так сказать, необычно они выглядели. Из материалов, которые в то время не встречались, некоторые материалы не встречаются и по силе упору. Ну, подробности, опять же, я все не буду сейчас вам рассказывать. История там многократно описана. И из истории мы хорошо знаем, что аппарат, видимо, который пролетал над фермой, над ранчо, получил гибельный заряд молнии. Видимо, у этого аппарата была выбита часть корпуса. И, видимо, этот аппарат потерял возможность к полету. Ну, я допускаю, что это была ситуация где-то схожая с последствиями, которые я показывал для самолетов. То есть, вполне может быть, что пролетавший аппарат получил вроде бы и незначительное повреждение, как в данном случае. Но, как вы поняли, даже такое незначительное повреждение, которое не фатально для самолета, для НЛО, может, для НЛО подобного аппарата, может быть действительно катастрофическим. Но, так или иначе, пролетев по инерции около 40 километров на северо-восток от ранчо, этот аппарат окончательно упал на землю. И вот именно там его, так сказать, подняли, разыскали. Значит, эта история описывалась многократно. И я скажу причину, по которой эта история вновь стала актуальной, вновь вошла в топ новостей. Почему именно сейчас, ну, вроде бы не юбилей этих событий с 47-й, хотя нет, юбилей будет, но он через несколько месяцев будет. Почему, так сказать, почему вдруг, казалось бы, эта история сплыла и на нее стали вновь обращать внимание. Причина есть, безусловно. У любого случайного, кажущегося случайным события всегда есть причина. В данном случае она более чем актуальна. Связана с именем человека, который занимался в 47-м году сокрытием этого самого летательного аппарата, который и руководил всей программой секретности при проведении поисков, эвакуации и, соответственно, дальнейшего изучения этого сбитого летательного аппарата. Фамилия этого человека – Филипп Корса. Филипп Корс. 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 это его поголовки не погладят. И в 98-м году, я помню прекрасно это замечательное время, он объявил, что теперь он написал книгу о событиях в Розуэле в 47-м году, где подробно изложил все, что он знал, но поскольку он понимал, что после этого его поголовки не погладят, то он попытался шантажировать своих бывших коллег и говорить, вот ни в коем случае не убивайте меня за это, если случайно мне упадет кирпич на голову, то документы, которые я припас в доказательство своей правоты, всплывут в неком другом месте. Вы не знаете это место, поэтому перехватить эти документы вы не сможете. Значит, это было чрезвычайно, я бы сказал, дерзко, и стерпеть, наверное, ЦРУ это не сумело. Поэтому очень быстро Филипп Корса пережил, к слову сказать, в то время здоровый человек, ну, до своих лет, пережил два инсульта и очень быстро помер. Стало мучительное ожидание, где сейчас всплывут эти страшные документы, которые расскажут о том, чем на самом деле был сбитый аппарат под Розовелом. И чтобы не допустить этой утечки, американцы были не в силах, но они были в силах заболтать проблему. Что сделать для того, чтобы никто не обратил внимания на вот такие рассекреченные документы? Только наивные люди, которые бредят или грезят конспирологией, думают, что всем можно заткнуть рты. Конспирологи, как правило, очень сильно заблуждаются, потому что гораздо чаще для сокрытия правды используется не закрывание ртов, а создание фейков. Чем больше фейков, тем меньше внимания, меньше доверия, вот подобная информация. Ради этого в России в 98-м году, вот этому я был прямым свидетелем, был быстренько состепан американский фильм под условным названием «Катастрофа НЛО под Березовским». 98-й год. Меня пригласили туда в качестве одной из говорящих голов, которая должна была рассказать, вроде бы, про уфологию в Советском Союзе, но я очень быстро понял, что речь идет о какой-то большой подставе. Отказался. Ну и, к счастью, оказалось, что те, кто принял участие в подобной съемке, очень об этом долго жалели, потому что, конечно, их повыхватывали, кстати, слова из контекста, плюсы наложили перевод, в результате они сами уже освоились, потому что, оказывается, рассказывали об эпизоде «Катастрофы НЛО» у нас на Урале. Был сострепан фильм с помощью масс-фильма, массовка, играла в Подмосковье картину зимнего изучения, упавшего НЛО. Ну, история давняя, грязная, но, тем не менее, до сих пор вот этот фильм, надо сказать, он сыграл свою роль. Сенсацию раскрутили очень здорово, очень великолепно, по всем правилам западных СМИ. В результате, конечно, все внимание было сосредоточено на этой суперсенсации, но на фоне ее рассекречивания каких-то там жалких нескольких листочков А4, конечно, выглядело бы, мягко выражаясь, не солидно. И ничего удивительного, что документы Филиппа Корса, почему-то, ну, тогда, конечно, мы сильно об этом пожалели, мы жалели, но я понимаю, почему это не было сделано, они не всплыли после смерти Филиппа Корса. Но спустя много-много лет, наконец, мы знаем, где они оказались, в настоящее время они находятся в руках другого пенсионера, которому тоже, так же, как и Филиппу, не захотелось держать язык за зубами. И этот пенсионер, бывший министр обороны Канады, сейчас и занимается выкладыванием, потихонечку выкладывает, так сказать, эти документы. Наступил следующий этап борьбы с этим источником злосчастным. И американцы, опять же, решили, что надо работать на опережение, и лучший способ сделать так, чтобы всплывающие в интернете документы не были восприняты, так сказать, с должным вниманием, лучший способ это сделать, это рассекретить самим кучу других документов. В результате, в прошлом году, как вы помните, во время предвыборной гонки одна из кандидатов к президенту прилюдно пообещала, что если, цитирую, если я стану президентом, то я рассекречу документы по НЛО. После чего некоторые наивные уфологи, в том числе и здесь, говорили, о, надо всех призывать за нее голосовать. Видите, какая добрая женщина. Просто, кстати, образец альтруизма и сама доброта. Поскольку эта милая женщина не стала президентом, то ее однопартиец, не желая, чтобы эти документы рассекречивал конкурент, тот человек, который стал президентом, решил, что в ускоренном темпе это надо сделать, пока он находится у власти. Однопартийцы этой самой претендентки. И самое последнее дело, которое бывший теперь уже президент Обама сделал на своем посту, люди недалекие, далекие от политики говорили, боже мой, он что, не нашел, он что, сумасшедший, он не нашел более важного дела, чтобы, ну что можно сделать, самое-самое-самое важное, если вам осталось не жить, конечно, а вам осталось президентствовать один день, что бы вы сделали на его месте? Вы говорили там, объявил бы войну там, полетел бы там в Китай отдохнуть за государственный счет. Ну, мало ли что вам позволяет фантазия. Но, с точки зрения партии, в которую входил Обама, самое важное, оказывается, было рассекретить документы. Было это сделано, опять же, ровно для того, чтобы работать на опережение, чтобы обесценить документы того самого Филиппа Корса. И вот, тем не менее, вот эта борьба документов, с одной стороны, небольшая стопочка документов от Филиппа Корса, небольшая, но очень важная, поскольку это аутентичные, это достоверные документы, без вымаранных строчек. А с другой стороны, там несколько десятков тысяч документов об НЛО, ценность которых, ну, так мягко выражаясь, я познакомился с этими документами, конечно, их стоит изучать, но ценность их очень низкая. Там встречается все разнообразие атмосферных явлений, падение метеоритов, которые принимают за НЛО, там антропогенные эффекты, космические эффекты, атмосферные эффекты и прочее, прочее, прочее. Да, там есть, там, 1% действительно неопознанного, но, как и в любой информации, то есть, это ценность этого одного документа и нескольких десятков сотен несоизмерима. Конечно, я обращаю внимание к одному единственному документу Филиппа Корса. И вот, чтобы нанести последний, может, не последний, но очередной удар по достоверности этих документов, и был на прошлой неделе, несколько дней назад, вброшен не документ, а, так сказать, информация, которая, как правило, начинается со слов. Ну, как все знают, вот после этой фразы, если вы ее слышите, дальше можете выключить звук и дальше не слушать. После фраз, как все знают, или как говорят британские, как утверждают британские ученые, или есть такая фраза, как убеждены все уфологи, вот все эти фразы, как правило, говорят об одном, у человека, который пишет текст, нет на руках никаких доказательств, поэтому он скрывает отсутствие доказательств под словами, как всем известно. И вот, совсем недавно, повторюсь, вбросили мысль, что, не мысль, а утверждение, что теперь, согласно рассекреченным документам, каким, покажите эти документы, их нет, стало известно, что аппарат, потерпевший 2 июля 47-го года под розовым катастрофу, оказывается, был сделан нацистами. Ну, скромно напомню, война закончилась за 2 года до этого, нацизм был побежден, нацистские заводы стерты ковровыми бомбардировками, а то, что осталось, разворовано союзниками, но, тем не менее, спустя 2 года в центре Соединенных Штатов оказывается, летают, как у себя дома, нацисты на летающих тарелках, то есть, вообще, как бы, это даже не фантастика, это глупый голливудский сценарий, скажем так, это хуже, чем выдумка, это хуже, чем бред, это про, это Голливуд. Но, тем не менее, так сказать, кто-то в это поверил, и эту новость печатают сейчас, активно ссылаются, звонят, а вот прокомментируйте, пожалуйста, как стало известно совсем недавно, оказывается, это были нацисты. Значит, ну, начинаешь объяснять, ребята, если бы это были нацисты, тогда вообще не понимаю, почему они потерпели поражение. Тогда они бы, они бы, может, и летали над территорией, где раньше были Соединенные Штаты, но это была бы уже колония немецкая, если бы у них были такие аппараты. Нет, это была, и на этот раз, вот, я считаю, это ситуация отвлечения. А ради чего вся эта, вся эта, так сказать, мешанина, ради чего вот эта борьба, и информационная борьба, конечно, ради чего вот эти вот информационные бросы. Объяснение очень и очень простое, и кроется оно, опять же, в книге Филиппа Корса, где он прямым текстом пишет, что аппарат, который потерпел катастрофу в 47-м году, как они выяснили, изучая обломки, не является инопланетным. Только, внимание, дальше из его текста никаких нацистов там и близко нет. Это, как считает Филипп Корса, прямая цитата, это машина времени, это аппарат, на котором надписи, да, сделаны на человеческих языках, но согласно, так сказать, тому, что они видят, технологии, конечно, сильно превосходят имевшиеся тогда, и так, по прямым или косвенным признакам, они посчитали, что это аппарат, прилетевший из будущего. Значит, это сразу снимает вопросы о том, что, почему до сих пор вокруг этого случая вот столько копий сломано, и столько споров, и столько усилий делается для сохранения этой очень важной информации, с одной стороны, а с другой стороны, очень сильно упрощает, как бы, объяснение, могла быть такая катастрофа, или не могла. Да, могла. Просто потому, что машины времени, насколько, так сказать, мы владеем этой информацией сейчас, насколько мы имеем представление о том, как они должны быть собраны и созданы, к сожалению, домолны уязвимы. То есть, поскольку, то, что я говорил ранее, имеет к ним прямое, самое прямое отношение. Их поверхность является самым уязвимым местом. То есть, иными словами, ну, как минимум, два случая с поражениями, молниями НЛО, я считаю, конечно, не прямым, но косвенным подтверждением, ну, плюс еще, так сказать, другой информации, что, как минимум, в этих случаях мы имеем дело действительно с поражениями не просто каких-то аппаратов, созданных для перемещения на большое расстояние, аппаратов, прилетевших с другой галактики или других планетарных систем, а мы имеем дело с повреждением машин времени. Подчеркиваю еще раз, поскольку вторые аппараты более уязвимы. Ну, более коротко, я не буду так долго останавливаться на других примерах, я покажу вам еще несколько фото примеров в хронологическом порядке, которые имели место быть во время гроз. Помимо того, что во время грозы, как вы поняли, появление НЛО может быть сопряжено с опасностью до последнего, в случае, если его поверхность является и его движителем. Помимо этого, есть и другая опасность для таких аппаратов. Она, к счастью, не смертельна, и даже для нас, для нас, для землян, она даже, так сказать, положительна. Почему? Потому что в момент грозы подобные аппараты могут вдруг оказаться видимыми. Ну, ничего удивительного в этом нет. Представьте себе на секунду, если вы в режиме какой-то светомаскировки оптической или иной летите, полагая, что летите над обитанием планеты, полагая, что вас никто не увидит, поскольку вы там обладаете какой-то сверхпродвинутой системой, даже не стелс, а какой-то супер стелс, там, оптической стелс, условно. Но, любая система, тем более, электронная система, если по ней очень хорошо долбануть миллионовольтным зарядом, сами понимаете, имеет очень большой шанс на то, чтобы выйти из строя. Даже если у вас нет никакой системы оптической невидимости, ну, или она отключена, если вы без огней, просто без огней летите ночью, даже в этом случае вы полагаетесь на то, что у вас не видно, ну, может даже не слышно. Но молния, вот такая у нее подключая есть особенность, молния даже в самую темную ночь делает видимым, ну, на короткое время, на одну-две секунды, буквально все до горизонта. То есть, если вы во время молнии не спрятались в дом, не спите, а наблюдайте по сторонам, в момент разряда вы увидите все и даже, так сказать, то, что до этого видеть не видели. Несколько фотографий, вот, которые, так сказать, косвенно подтверждают, это фотографий, конечно, ну, трудно комментировать, может быть, на них изображены какие-то плотные лентикулярные облака, то есть, так называемые НЛО-подобные облака. Может быть. Но, что называется, меня смущает именно то, что они, ну, в данном, по крайней мере, эпизоде, что они слишком плотные, и по моим представлениям, вроде бы, они должны, ну, быть полупрозрачны. Ну, какие бы ни были у меня сомнения, опять же, не буду утверждать, лучше пойду дальше, и напомню, в хронологическом порядке еще об одном случае, великолепном случае, который мы расследовали в 2013 году, получается, 4 года назад, он был в Краснодарском крае, недалеко от поселка Ленинский, в Тимошевском районе. В час 24 ночи, ну, это время, московское время, в момент которого происходят, возникают формации кругов на полях, местные жители видели, вот такое странное, более чем странное событие, явление, феномен. Значит, здесь, конечно, я рисую, изобразил реконструкцию этого события, к сожалению, фотографий никто сделать физически не смог, потому что погодная ситуация была на порядок более сложная, чем на этом снимке, и дождь лил как из ведра, ветер был ураганной силы, молнии сверкали просто одна за одной, так что, я бы сказал, вот изображенная на этой фотореконструкции, это лишь очень слабое, так сказать, отдаленное представление получает об этом урагане. и поэтому ничего удивительного, что люди в основном прятались по домам, но тем не менее, поскольку вокруг поля, где в эту минуту появится реальный круг, мы на этот круг в следующие сутки приехали, то есть очень оперативно, но несмотря на то, что из-за непогоды люди попрятались по домам, тем не менее, несколько десятков очевидцев у нас было, это были, во-первых, люди, проезжавшие по автотрассе, здесь недалеко была достаточно оживленная дорога между Тимошевском и Краснодаром, и много достаточно очевидцев было из ближайших поселков, это место находится между тремя поселками, это были люди, в том числе женщины, которые выбегали на улицу, чтобы снять белье, которое сушилось, потому что внезапно возникший какой-то ураган, конечно, первая реакция, пошел дождь, надо снимать белье, и вот очевидцы, которые работали прищепками, в смысле прищепки снимали с белья, буквально рассказывают, что ураган, даже слово ураган можно заменить на слово светопредставление, действительно, ничего подобного они не видели в своей жизни, и в общем, даже те, кто не слышал и не видел этого самого кругов на полях, тем не менее, запомнили на всю жизнь про этот ураган, то есть, настолько он был, так сказать, изрядом выходящий. Вот, те, кто, значит, смотрел в направлении этого поля рассказывает, что буквально на несколько десятков секунд, ну, может быть, максимум на минуту, у этого урагана возникла пауза, то есть, вот, просто вот, как будто по щелчку кто-то выключил рубильник, и наступила пауза, такое, такое бывает, ну, моряки рассказывают, если попадаешь в глаз урагана, тоже внезапно, так сказать, ураган стихает, наступает минутная там пауза, и кажется, вот оно, облегчение. Но, прошла минута, и снова ураган возник. А вот, во время этой паузы, люди заметили следующее, что над полем завис какой-то диск со светящимися окошками, разноцветными, и вниз светят, с этого диска, вниз светят несколько лучей. Поскольку люди видели с разных ракурсов, внешний вид вот этого явления немножко изменяется, незначительно, там, в частности, количество окошек, количество лучей, в зависимости от ракурса, меняется, но это лишь, так сказать, подтверждает, что люди видели одно и то же, просто с разных направлений. И вот, это действие продолжалось где-то в минуту, после этого снова включился ураган, и дальше, так сказать, дальше все было, все было, так сказать, по-прежнему. К слову сказать, у нас в музее космопоиска лежит несколько экспонатов, вот именно из ближайших деревень, поселков, в частности, там лежит розетка сожженная из поселка Ленинский, где погорело очень много электрической техники, погорели провода, там, к слову сказать, тоже были звонки на стационарные телефоны, даже те, кто спал, в этот момент просыпались, поднимали трубку, а там шипение. То есть, вот эти вот электрические эффекты, которые возникали при появлении кругов на полях, сопровождались такими мощными наводками электрического тока, что вот, ну, звонки на телефоны были лишь таким, легкой разминкой, дальше, дальше было осожжение техники. Вот, так что, такие немые свидетели этого события есть у нас в музее. И вот, когда все стихло, мы приехали на место, к слову сказать, вот показываю, поскольку я несколько раз упоминал про, про карту событий, показываю, где это было, вот место появления круга, очевидцы были либо на западе в районе Тимошевского, либо на Новокорсунске, особо много очевидцев. И самый ближайший очевидец, сейчас я его покажу, находился недалеко от поля, в километре примерно, недалеко от поселка Ленинский. Вот, как выглядела тарелка с точки зрения самых ближайших очевидцев. Ну, а это, вашему, так сказать, внимание герои этого повествования, ну, целая семья, которые, вот я их попросил, чтобы они встали, ну, примерно, конечно, это, это реконструкция событий, как они наблюдали. Может, не совсем, прям уж, вот так улыбались, наверное, улыбка в реальности отсутствовала, но, но примерно было так, то есть, событие носит весьма, весьма достоверные характеристики, и к этому добавлю еще один момент, спустя неделю сценарий почти полностью, почти до запятой повторился в другом регионе, точнее, во Львовской области Украины. Мы туда тоже приехали, достаточно оперативно, и там, вот, разговаривая с местными жителями на западе Украины, я, ну, естественно, приехав туда, я всегда держу в голове возможность того, что кто-то заблуждается, кто-то, может быть, участвует в каком-то розыгрыше, кто-то, может быть, врет, ну, и так или иначе, стараюсь не все воспринимать на веру, но, вот, с первых же разговоров я услышал почти точную кальку того, что я слышал от очевидцев, находящихся в тысячи километрах от них в Краснодарском крае. То есть, по крайней мере, в тот год, это лето 2013 года, круги на полях сопровождались вот этими мощными электрическими эффектами. Прошу не рассматривать этот рассказ как противоречащий прежнему рассказу, скорее, ну, а точнее, здесь есть некогда противоречия. в одних случаях молниевые эффекты несут достаточно негативное воздействие на конструкцию НЛО вплоть до катастрофических, а в других случаях НЛО висит прекрасно, так сказать, посреди какого-то молниевого поля и, судя по всему, не очень сильно этому печалится. Ну, и опять же, никаких следов повреждений или тем более катастрофы мы в данном случае не наблюдали. Видимо, весь этот всплеск, выплеск, точнее, энергии, он каким-то образом связан с процедурой, с технологией создания кругов на полях. Прошу вот это вот кажущееся противоречие не рассматривать как противоречие. Видимо, подчеркиваю, так осторожно, предполагаю, что мы имеем дело просто с разными, принципиально разными конструкциями НЛО. В одних случаях воздействие молний на них несет важный негативный характер, а в других, видимо, в силу особенностей их конструкции они могут это игнорировать или наоборот даже каким-то образом использовать, генерировать, ну, то есть, как минимум, как минимум, абсолютно, так сказать, не бояться этих молниевых эффектов. Еще несколько фотографий в хронологическом порядке. 14-й год во время грозы был зафиксирован вот такой вот шарообразный НЛО. Очень любопытный случай, который я видел своими глазами и, кстати, здесь, то, что я нарисовал здесь, это я зарисовку сделал буквально через несколько часов после этого. Сам я, конечно, был не готов к этому наблюдению и только случайным образом явился очевидцем этому явлению. Значит, находились мы 19-го, в ночь на 19-е августа 2014-го года в 8-м лагере космопоиска во время очень сильной грозы. Как правило, ну, те, кто ездит с нами в экспедицию, помнят, что мы всегда стараемся оставлять ночных дежурных, чтобы, даже когда все расходятся спать, чтобы был, оставался кто-то, кто наблюдал за небом. Но в момент, когда льет проливной дождь, сами понимаете, о каких-либо наблюдениях за небом уже речи не идет, и вот это была как раз та самая ночь, может быть, одна единственная за время экспедиции, когда я сказал дежурному, чтобы он с чистой совестью шел в палатку, спал, потому что сидеть под дождем, во-первых, даже если вы накроетесь под зонтом, абсолютно неэффективно. Стена дождя такая, что видимость на расстоянии 100 метров уже просто теряется. То есть, каких-либо объектов увидеть в небе, в таких погодных условиях, как я думал, в данном случае я ошибался, я считал, что никаких шансов что-либо разглядеть нет. Но ситуация сложилась, ситуация показала обратное. Значит, мы отправились спать, и вот в три ночи я решил на пару секунд выскочить из палатки по неотложным делам. И вот, выйдя из палатки, случайно, это было в три ночи, в 3.00, я специально потом обратил внимание на часы, в этот момент раздался очень, не очень, может быть, мощный, но не слабый, скажем так, удар молнии, примерно в километре от лагеря, точнее, в километре на север от лагеря. И вот тут, когда молния осветила все до горизонта, я был поражен, что вот в свете молнии недалеко от нас, где-то между молнией и нами, примера в полукилометре, висит темный силуэт какого-то большого тела. Я был и сейчас остаюсь абсолютно убежденным, что это было не облако, это тело имело очень ровные очертания, то есть это было абсолютно точно какое-то искусственное тело. Очертания я его здесь привожу именно так, как я это увидел. Вот меня поразило даже не столько то, что здесь висит НЛО, это был не первый раз, когда медведь видел объекты, меня поразил его внешний вид, вот это наличие некой бульбы, в качестве аналога напомню, такие бульбы есть у океанских судов, но я никак не думал, что такая бульба зачем есть у каких-то летательных аппаратов, то есть с моей точки зрения это было нечто более даже фантастическое, чем вид просто НЛО. И вот тут, что называется, я забыл, зачем вылезал, и я стал ждать, несмотря на то, что дождь продолжался, я стал ждать продолжения, но ждать мне пришлось по часам засек две минуты, молнии сверкали в других местах, но мне нужна была молния именно там, именно в том месте, и вот через две минуты мое терпение было вознаграждено, повторно в том же месте ударило молнии, но то, что я увидел, уже, так сказать, вздох облегчения у меня вызвало, потому что вот это вот некая бульба, которая, так сказать, мое представление рушила о том, что я что-то понимаю, так сказать, в аэродинамике, вот, к счастью, во второй раз выяснилось, что на самом деле оказывается, я видел не один объект, а два, который вот просто в первом случае один был за другим или наоборот перед другим, то есть на самом деле в данном случае я так же как и во втором я видел два объекта, один побольше, один побольше, видимо, они были дискообразными, видимыми с серебра, это не сигары, видимо, но утверждать это до конца я безусловно не могу, поскольку молния высвечивала, молния светила им в спину, то есть я видел их силуэт, если бы молния сверкала между мною и этими объектами, я бы видел эти объекты подсвеченными, но вот в данном случае я видел как в театре теней, только теневое очертание, естественно я был заинтригован и стоял несмотря на дождь очень долго, потерял уже счет времени, но к сожалению третьего разряда молнии так и не случилось, третьего третьей картинки здесь так и не получилось, но вот лично для меня подчеркиваю этот эпизод явился отправным из-за чего я этой темой и заинтересовался и в конце концов пообещал, что тема молнии НЛО должна быть каким-то образом воплощена в жизни, к слову сказать измерение молнии на медведьской гряде это наше давнее и многолетняя работа и там она велась и я надеюсь будет вестись и в дальнейшем ну вот в тот момент когда эти работы курировал Александр Петухов он специально выделял там каждый раз несколько человек чтобы очень аккуратно в течение всей ночи фиксировались все молнии в округе так чтобы в конечном итоге мы выяснили в какие места молнии бьют чаще в какие реже вот такие таблицы составлялись но подчеркиваю эта работа безусловно очень интересная и может быть даже перспективная но в 15-м году два года назад появилась информация из Бразилии вот замечательная фотография я думаю что по нашей теме это наверное самая лучшая фотография на которой опять же ситуация до боли похожая на то что я только что рассказал то что я видел своими глазами но с некоторой разницей если я видел эти объекты подсвеченными сзади то в данном случае во время разряда грозы а я на всякий случай напомню что это фотоснимок сделан ночью то есть как чаще всего и делают снимки молний фотографы опытные знают ставите на вечную выдержку и полной темноте и спокойно стоите сидите лежите не волнуясь на тему того что у вас засветится пленка она не засветится темно но как только ударит молния как говорят фотографы молния сама себя фотографирует как бы сама для себя и является фотоспышка в данном случае видимо именно по этому же принципу сделан фотоснимок с единственной ну фотографировали молнию но единственная разница то ли считать этот снимок браком потому что рядом с молнией возникло то что никто не ждал то ли наоборот это огромная удача но я считаю что это действительно великолепная удача молния высветила какой-то объект но к сожалению в отличие от моего случая объект находился за молнией и частично молния перекрывается поэтому до конца не можем рассмотреть что это такое но поскольку поскольку я не могу предположить чем этот объект являлся то есть не птица ее этот объект не назовешь не самолетом не знаю чем его назвать поскольку не опознанный так останемся с этим термином этот термин и оставим пока значит я стал обращать внимание на подобные случаи может быть более пристально и надо сказать в потоке информации НЛО время от времени действительно оно встречается особенно последние годы значит опять же может быть не субъективно кажется что последние годы поскольку до того меньше внимания оказывалось значит 16-й год прошлый год на Корсике Франция во время фотографирования молнии значит объект точнее разрыв молнии прошел через какой-то объект значит объект долго осветился я конечно должен сделать оговорку безусловно мы вот такие вот случаи они может быть не хочу сказать частые но они более часто встречаются ну чем действительно редкие случаи вот с красивой фотографией из Бразилии Бразильская фотография да это НЛО а вот появление на пути линейных молний некой светящейся преграды это более часто встречающийся вариант к слову сказать и мы подобный вариант видели я сейчас не помню год во время экспедиции на Харахоре в Кабардино-Балкарии тоже во время грозы вот я подходил к УАЗику Комеля и когда мне оставался один шаг до УАЗика вот на моих глазах ударила молния которая прошла через какой-то объект и этот молния прекратила свечение а объект светился еще 20 секунд примерно при этом он продолжал дрейфовать или двигаться мне трудно было понять чем этот объект является и в нашем случае и в случае вот этой фотографии над подобными огненными сгустками пока я буду называть такие случаи именно так ну осторожно не буду пользоваться термином НЛО в данном случае это огненный сгусток что явилось причиной появления его сказать действительно сложно некоторые физики в свое время осторожно предполагали что подобные сгустки могут например появляться в случае если молния пройдет через летящую птицу ну вот летит себе птица никого не трогает каркает или чирикает вдруг получает заряд миллион вольт что с птицей в это время происходит примерно то же самое что произойдет если вы забудьте эту же самую птицу в микроволновке часа эдак на два то есть она превратится в пепел или в горящий пепел ну если в прах это следующий этап почему потому что горящий пепел еще энное количество секунд будет светиться вот почему так сказать я думаю что птица вполне может годиться для объяснения подобных случаях но подчеркиваю это к сожалению пока теория ни один физик изучавший молнию не смог провести натурный эксперимент и вот действительно провести сложно ну попытайтесь если получится надо как-то вот на веревке привязать птицу веревку привязать к молнеотводу и что называется ну почему птицу какую-то нельзя ну хотите курицу гриль если хотите привяжите если жалко птиц ну а курицу если не жалко пожалуйста в любом случае я об этом говорю может быть с некоторой надеждой что кто-то исхитрится и приведет такой эксперимент я очень бы хотел потому что загадка вот что происходит с птицами а птицы естественно почему речь о птицах да потому что они есть в воздухе в этом сомнений нет ну или точнее у физиков в отношении птиц сомнений гораздо меньше чем в отношении НЛО пролетает НЛО над вами ночью или не пролетает это еще вопрос но где-то так сказать то что где-то летают птицы это абсолютно точно ну под птицами я подразумляю любых животных которые летают включая летучих мышей это в принципе ну как бы не важно но подчеркиваю это в теории никто не знает и я в том числе не могу быть до конца уверенным что здесь птица на этом основании я могу естественно неоползанное тело легко назвать неоползанным объектом формально я буду прав но вот некая осторожность конечно не позволяет мне это делать тем не менее я от таких такие случаи взял на заметку и надеюсь может быть по косвенным признакам определю в конечном итоге а может быть кто-то проведет из вас эксперимент а можно можно вопрос да а ты когда про молнии читал доклад говорил что так шаровые молнии могут отлетать от мнения и там запись показывал это не одно я не продолжу эту славную мысль поскольку я в начале доклада сказал что я сегодня не буду касаться шаровых молний действительно я теорию с птицами в незаконченном виде вам преподнес в очень усеченном в законченном она звучит примерно так и когда молния попадает в птицу птица естественно сгорает и благодаря этому появляются шаровые молнии вот так так сказать в теории полностью звучит эта законченная мысль откровенно говоря еще раз вспомните то что я сказал про свои наблюдения в Кабардино-Балкарии там этот светящийся объект я видел секунд 20 он же как бы отметил да ну это могла быть действительно тушка горячая тушка птицы которая просто падала там по ветру тем более в сожженном виде она очень сильно облегчается к слову сказать если она если она при этом она облегчается до состояния угля если при этом она еще и горит то благодаря слону горению ее падение сильно замедляется в силу того что ну она вокруг нее горячий воздух но подчеркиваю еще раз эта теория вот подойти к ней там измерить или сфотографировать или добежать до машины чтобы взять там тепловизор ну к сожалению такого вот такой возможности у нас не было поэтому я лишь констатирую что вот такая проблема есть на сегодняшний момент уверен убежден что рано или поздно мы ее разрешим я лишь ставлю в данном случае ставлю проблем вот еще один пример такого же рода тоже из Франции видите тут молния такое ощущение гоняет просто гоняется за кем-то или чем-то вот здесь в этой точке настигает это что-то при этом забывает что ей вообще-то надо как всем порядочным молниям дальше до земли лететь и забыв об этом она удаляется сделав вот такие сложные виражи удаляется обратно в облако но меня не сам этот виртуозный маневр впечатляет сколько вот это опять же непонятная вспышка может быть молния гоняла за птичкой может быть за НЛО что ж такое птичка можно маленький вопрос я давно читала что молния это вообще что-то такое разумное я сомневаюсь что она будет птичку преследовать и птички сидят во время с вашего позволения это сильно вводит в сторону давайте это оставим на потом но в двух словах все-таки отвечу ну слово гоняется конечно вы должны понимать я с некоторым с некоторой иронии конечно это произношу я все-таки не уверен похоже безусловно именно поэтому я и счел возможно это произносить по поводу разумности молний больше я имею право говорить например в случаях на лекции о шаровых молниях там как бы повода на эту тему поговорить гораздо больше вот с линейными молниями что называется увы таких поводов мало хотя вот такие эпизоды да они позволяют не фантазию включить ну с вашего позволения нам уже по хронологии осталось совсем немного чтобы окончательно разобраться или не разобраться с этой проблемой вот замечательный снимок с облаком которое кто-то называет НЛО подобным облаком но метеорологи называют грозовой ячейкой ну некоторые начинающие уфологи считают что под такими замысловатыми облаками на самом деле скрываются мимикрирующие замаскированные НЛО ну что называется не будем всерьез последнюю тему развивать но тем не менее вот то что из этого из этого НЛО подобного облака а точнее грозовой ячейки вылетают грозовые разряды ну вот в данном случае это скорее красивая такая иллюстрация совсем недавний эпизод недавний он произошел в августе 16-го года но опубликован буквально в этом месяце я его обязан вам продемонстрировать хотя он меня разочаровал да новость подавалась как сенсация буквально вот читайте там сверху написано в Канаде во время грозы на взрывом Фанде значит был зафиксирован НЛО и вот на нескольких ну как минимум на двух снимках видно вот ударила молния и значит молния высветила каким-то образом НЛО вот но при изучении в ближайшем раз при изучении этого снимка меня ждало разочарование в данном случае по крайней мере в данном случае это не НЛО это размытое изображение летящей птицы сделанное фотоаппаратом с немгновенной вспышкой ну по крайней мере в этом случае разобрались сомнений нет а вот случаи тоже тот же август прошлого года снимок снимки были сделаны в Ставрополе вот здесь что называется у меня совсем другое мнение я думаю что термин НЛО вполне правомочен во время ну если вы заметили вот здесь во время грозы был сфотографирован какой-то темный силуэт летящий ну чуть пониже грозового облака значит когда фотографировали люди они обращали внимание в основном на красоту облаков а этот объект в основном увидели уже потом на снимках но поскольку он есть как минимум там в разных ракурсах с разных мест видимо было много фотографов в замечательном городе Ставрополь вот благодаря этому я так уверенно говорю что объект реальный ну и действительно опознать я его до сих пор не могу в чистом виде неопознанный летающий объект они же через стекло снимали там вон такая полоса нет 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 вот вот черное что это это открытая рама открытый дверь да что-то такое балкон может быть но точно не через стекло нет точно не через стекло ну по крайней мере там другие снимки тоже позволяют этот вывод сделать но здесь нет признаков отражения от стекла вот то что вы видите это не отражение там люстры или еще чего это мутная ну мутная да я согласен но вы имейте ввиду я конечно позволил себе сильно увеличить снимок то есть на самом деле он конечно не очень не очень контрастный вот еще снимок того же месяца августа то есть в августе как вы помните была целая фантасмагория с молниями в частности напомню вам в прошлом августе точнее 17 августа 2016 года в течение нескольких минут ну может быть максимально в течение 1-2 часов при том что мы не во всех случаях знаем точное время поэтому я так осторожно говорю с разницей не более чем в 1-2 часа сразу в нескольких странах как минимум на трех континентах шаровые молнии правда шаровые не линейные одновременно атаковали людей такой действительно изрядовон вопиющий случай синхронного нападения на людей при котором около 10 человек погибло еще там не менее 10 получил ранение действительно де-факто этот случай есть ну кто первый раз слышит легко в ленте новостей можете набрать нападение шаровой молнии 17 августа подчеркиваю это и до этого не было таких такого количества не то что такого количества жертв случая нападения на человека с со смертельным исходом исходом очень редкие эпизоды даже для шаровых молний а так чтобы в один день да на разных континентах как по единому щелчку это вообще как бы сказать пока находится за гранью так сказать разумного я никак не могу это допустить вот к слову сказать эпизод который без привлечения версии о неком разумном начале очень сложно объяснить но даже с привлечением слова разум все равно объяснить нельзя вот но вернемся к линейным молниям благо осталось немного я лишь напомнил что вот этот август он был урожайным во всех случаях и с линейными молниями и шаровыми вот еще один эпизод еще один случай который пришел прислал наш товарищ из группы Мариуполь Космопоезд это его уже снимок ну за подробностями что называется я к нему отсылаю ну то что я вижу здесь я из-за качества снимка не могу быть уверенным что это не делало через стекло но очень надеюсь что на уровне доверия что так оно и было ну в смысле что это реальные объекты они грязь на стекле ну я думаю что доверять человеку можно ну и очень хороший эпизод опять же примерно в это время был сделан все в той же самой Франции это то что я сейчас вам показываю это раскадровка на самом деле это видео на котором видно развитие молниевого заряда вот ну условно говоря считайте что он показывает четыре кадра выдранные мною из контекста видеозаписи на первом кадре хорошо видно как растет разряд молнии линейный где-то вот в этом месте он ударяется нет слово ударяется неправильно проходит попадает в какой-то огненный сгусток из-за вспышки мы к сожалению рассмотреть его не в силах следующий кадр вообще ничего не видно полная засветка в кадре засветка исчезает через там доли секунды и мы увидим остатки линейной молнии мощность которая падает и яркость которая падает а яркость вот этого огненного сгустка но в данном случае действительно он супер яркий она еще несколько там секунд или несколько десятков секунд она продолжает светиться ну достаточно долго может быть десятки секунд примерно так же вот как в эпизоде с Кабардино-Балкарией про который я рассказывал очень замечательный и самое главное достоверный эпизод в общем действительно мне не доставит сомнений назвать его эпизодом попадания молнии в НЛО даже если окажется что это птица почему потому что это должна быть очень большая птица ну размером больше чем летающий страус значит еще один эпизод с попаданием молнии в светящийся сгусток это все та же Корсика и все тот же шестнадцатый год еще один эпизод еще один эпизод только уже из ЮАР это относительно недавно уже в этом году тоже два огненных сгустка ну и совсем замечательный но к сожалению случай замечательный в случае этого года опять с Франции я этот эпизод изучал по видеозаписи очень долго но к сожалению наши коллеги Франция Космопоиск не побывали пока на месте где была сделана эта видеозапись из-за чего я не могу быть уверенным что запись подлинна ну подлинна она или нет я надеюсь рано или поздно мы выясним ну краткое содержание вот этого случая оно в двух словах можно описать следующим образом значит камера видимо дежурная камера снимает окружающие горы видно разряд молнии молния попадает во что-то летящее во что-то что до разряда молнии не было видно в воздухе следует вспышка и судя по дымному следу после этого с очень медленной скоростью вот это пораженное молнией телом тело описывал такие вот замысловатые пируэты очень похоже на то по какой траектории падают сбитые самолеты они тоже могут как-то вертеться в воздухе но тем не менее так сказать неуклонно оставляя дымный след приближаться к земле и вот описывая какой-то вот такой дымный след этот сбитый объект уходит и падает где-то вот там в горах судя по тому что после молнии становится видно и предыдущий его след то есть дым стал оставлять видимо до поражения молнии все-таки вот благодаря этому я на одном стоп-кадре все-таки попытался показать и показываю вам его траекторию то есть сначала этот объект летел горизонтально вот как на предыдущем кадре а я по-другому скажу сначала этот объект не был виден вот траектория этого предполагаемого НЛО восстановленная мною то есть здесь он летел осталась невидимым вот он след от линейной молнии некоторое расстояние после удара молнии объект пролетел пролетел по инерции прямо а затем видимо потеряв способность к примененному полету вот он стал снижаться и ну раз он снижался до земли где-то между между склонами гор и он должен упасть к сожалению тот кто сделал этот снимок держит в тайне название местности название этого этой горной долины оно и понятно поскольку само название ну если знать название легко реконструировать события легко встать на нужном месте найдя так сказать нужный ракурс на месте съемки а если ты найдешь это место то дальше это уже дело техники как вычислить на местности точку падения ну а дальше что называется зовите космопоиск и прочесывая там несколько сотен квадратных метров леса можно и нужно найти это упавшее тело но это в теории разумеется на практике у нас были положительные и отрицательные моменты но в данном случае при такой точности известности места падения это было бы достаточно легко ну если бы было известно место наверное это понимает не только я но и автор этой видеозаписи я думаю именно на этом основании он скрывает название точки съемки вот последнее обстоятельство и не позволяет мне вот уверенно говорить о том что это случай подлинный если бы люди неизвестные мне нашли этот объект упавший или же так сказать не найдя этот объект обратились к нам в космопоиск и тогда так сказать мы бы подключились к поискам тогда бы наверное я бы более уверенно об этом заявил пока я рассказываю об этом эпизоде как о самом интригующем эпизоде этого года 2017 и эпизоде которые я считаю очень перспективным может быть даже так сказать может быть даже и очень подлинно но к сожалению вопросов в этом случае больше чем ответов ну вот три кадра я еще вам уже в другом контексте показываю вот он напомню на первом кадре удар молнии во что-то летящее на втором кадре уже оставляя длинный след объект пролетает по инерции какое-то расстояние потом начинает падать ну а на третьем кадре вот это вот падение уже продолжается до самого склона горы вот условно говоря вот она точка где должен лежать сбитый объект если все это правда но еще напоследок пару-тройку снимков 2017 год февраль Аргентина во время удара молнии вот что-то такое высветилось непонятное в небе замечательный снимок из Австралии опять с огненными сгустками опять огненные сгустки февраль месяц Аргентина замечательный ну сгусток сгустков просто или сгусток года назовем это так из Южного Уэльса снимок с непонятным высвечиванием какого-то кольца что за кольцо это впервые так сказать в нашей практике после удара молнии значит на видео высветилось и осталось светящееся кольцо вот оно так сказать видно отдельно это 18 февраля было ровно месяц назад ну напоследок снимок который я не буду рекомендовать вам он безусловно великолепный и не оставляет сомнений что перед вами именно неопознанный летающий объект но у меня есть некоторый который высветился во время грозы но у меня есть откровенно говоря сомнения в достоверности снимка поэтому пока показываю я вам его ну с некоторым сомнением нужно ли это делать тем не менее надеюсь в этом случае все-таки разобраться до конца еще один снимок во время которого удар молнии высветил неизвестно что вообще просто просто вообще не понимая что перед нами ну неопознанное да абсолютно точно а дальше что называется я не знаю как это прокровать ну вот еще один огненный сгусток еще один на всякий случай вот это пятно или этот шар я думаю что скорее всего он связан с каплей на объективе то есть это не нереальный объект который находится далеко возле молнии это что-то находящееся очень близко но даже без учета этого странного шара сам по себе снимок конечно великолепен а черное что такое внутри черное да ну я думаю что это облако меня здесь больше привлекают огненные сгустки а тени от облака конечно если честно не настолько контрастно то есть если бы оно было вот как на некоторых предыдущих снимках непрозрачно тогда я бы ухватился за этот снимок с большим интересом ну в заключение совсем так сказать великолепны в плане шедевральной я бы сказал в плане художественного вот такого вот достоинства снимок когда молния пробивает лентикулярное облако ну или НЛО подобное облако это что называется ну вот просто вот в моем представлении за такие снимки надо фотографам давать какие-то премии ну пусть мое доброе слово послужит каким-то им подарком заслуженным и в заключение показываю вам места карту активности линейных молний по всему земному шару это один из вариантов это карта распределения частоты гроз по поверхности ну можно разными способами считать вот такие карты вот вот зависимость или там частоту молний есть и другой метод подсчета ну в данном случае он мне показался более более так сказать говорящий способ и то что я вам сейчас показываю это карта активности молний а вот дальше что называется в заключении сегодняшнего доклада сдаю сам себе и вам такой риторический вопрос вот если вероятность поражения молний НЛО можно считать среднестатистической средней по больнице то есть если такие случаи происходят ну как бы сказать с одинаковой степенью вероятности в любом месте то мы должны увидеть то расположив на этой карте хотя бы те случаи о которых я упоминал случай поражения линейной молнии НЛО мы должны увидеть некую корреляцию между местами активности линейных молний и местами наиболее часто встречающихся поражений линейными молниями НЛО что разумно там где молний бывает мало там соответственно вероятность поражения молний НЛО маленькая там где молний много соответственно вероятность должна быть маленькая логику вы понимаете и что называется в первом приближении наверное некая логичность вот в этом умозаключении присутствует но однако когда я это сделал показываю вам следующий вариант этой же самой карты на которой дисками обозначены места где линейные молнии поразили или по крайней мере высветили пролетавшие НЛО то есть иными словами как-то взаимодействовали либо нейтрально то есть молнии высветили летящие невидимые НЛО либо негативно каким-то образом воздействовали то есть это я бы сказал более-менее достоверные случаи когда молнии взаимодействовали с НЛО треугольниками я обозначил случаи которые находятся под вопросом ну это те самые случаи с огненными сгустками в частности которые я затрудняюсь пока так сказать относить к теме НЛО которые могут являться все-таки таковыми а могут и не являться и вот хотя хотя случаев как вы понимаете очень мало то есть здесь всего там пару десятков случаев при том что наши архивы это десятки тысяч наблюдений НЛО может быть даже сотни тысяч тем не менее по нашей теме в случаях можно пересчитать по пальцам рук двух человек поэтому такая слабая статистика но тем не менее в первом приближении из изучения этой самой статистики что мы видим в случаях когда я сомневался что на фотографиях мы видим именно НЛО в случаях когда я говорил об огненных сгустах большинство из них действительно находятся в зонах активности линейных молний это действительно так Венесуэла Аргентина Бразилия Австралия это места где молнии случаются гораздо больше чем у нас с вами в мае месяце а вот в тех случаях когда я не сомневаюсь что в кадре действительно НЛО все эти случаи находятся очень далеко от мест активности линейных молний это естественно Россия это Европа и Америка ни одного подобного эпизода нет ну может быть один один вот за этим редким исключением можно сказать что все они попадают в места где оказывается молний то очень мало соответственно здесь естественно есть повод сделать далеко идущие выводы но как вы понимаете это выводы безусловно в пользу версии НЛО ну и заключение этого этой темы я напомню выводы которые из этого следуют ну поскольку тема конструирования НЛО подобных аппаратов в данный момент может быть пока не актуально но я надеюсь люди которые этой темой живут и грезят и этой темой занимаются они услышали мои рекомендации и как-то будут их учитывать при проектировании этих аппаратов понимая что тема опасности или легковизвимости этих аппаратов перед молнией это более чем важная проблема это первый вред ну а для большей части населения и прежде всего для наших участников наших экспедиций вывод наверное более актуальный и более общий касающийся всех совет и даже я бы сказал рекомендации мои заключаются в том что во время грозы когда обычно большая часть людей прячется по домам и по палаткам в обязательном порядке я подчеркиваю не считайте меня злым и жестоким мои рекомендации основаны на именно на том на той практике на тех вывод на тех примерах которые я вам только что продемонстрировал они говорят о том что это самое возможно лучшее время для наблюдения НЛО поскольку эти объекты явно так сказать не рассчитывают на то что в результате случайной вспышки молнии они станут видимыми вот такие случаи наблюдений одни из самых достоверных и одни из самых может быть даже любопытных с точки зрения так сказать науки на этом я заканчиваю если есть какие-то короткие вопросы пожалуйста я разговаривал с церковниками вот вы чистый ученый вы не верующий человек это к теме не относится не относится это не относится дальше пожалуйста знаете почему не хочу знать еще дальше вопрос есть это личный вопрос хотите поговорить на эту тему а вы поймете почему я спрашиваю еще раз подчеркиваю церковники говорят что это современный вид беса пожалуйста я сейчас вашу лекцию прослушала у меня в жизни очень много чудес было я атеистка была как говорится злостная но потом мне начались чудеса вот и вот после прослушки вашей лекции я уже больше убедилась ну вы можете смеяться поэтому я спросил ученый верующий я вот по этой лекции поняла так что вот эти молнии может быть это господь бог уничтожал вот этих вот как говорится проявлений беса будем считать это ваша точка зрения давайте так сказать не будем смеяться я спокойно воспринимаю ради бога поскольку это элемент или часть чьей-то веры я предпочитаю не спорить моё мнение моё мнение а вот моё мнение с вашего позволения состоит в том что я отвечаю на все вопросы кроме личных вопрос о вере я считаю личным но всё-таки если по теме то скажу да я допускаю что где-то есть высший разум бог аллах называйте его как хотите но в данном случае для объяснения того что я рассказывал и видел наличие или гипотеза существования бога мне не требуется поскольку а я вижу какие-то признаки техногенности и соответственно объяснять например вот если я услышу за своей спиной какой-то шорох на улице объяснять что это какие-то божественные или бесовские проявления мне человеку знающему что на улице находятся транспортные средства разнообразные мне не нужно поскольку я вижу признаки техногенности вот и в случае уличного шума и в случае вот таких проявлений эти признаки есть когда я не могу найти признаки техногенности и вообще хоть какие-то объяснения тогда да тогда вы вправе сказать ага раз вы не знаете значит это бог или бес так это все можно с этой точки зрения объяснить вот вы сказали несколько человек в одно и то же время погибли а может они за дело получили как знаете с вашего позволения все грешников собрать с вашего позволения вот эту тему я вообще не хочу поднимать потому что хотите на эту тему поговорить приходите пожалуйста в детские онкологические больницы и попробуйте детям детям не взрослым а именно младенцам объяснить что они получили божественным проведением онкологии онкологию и за их грехи вот когда вы это объясните мы поговорим дальше а церковники объяснили что дети могут страдать за грехи родителей да-да-да-да знаете я не видел кому они объяснили вы детям это объясните не мне не вам а детям вот когда дети вас поймут тогда и я вас пойму а пока извините эту версию что это происходит за грехи я не могу воспринимать всерьез я бы сказал это кощувственная версия возвращаясь к теме уже конкретной теме 17 августа 2016 года я упомянул что погибло около десятка людей так вот я сказал слово людей а правильнее было бы сказать погибло около десятка детей потому что самый взрослый ребенок который погиб там погибло по-моему самая младшая 5 лет погибла девочка с собачкой ну собачка тоже конечно за грехи понятно было уменьшили самый взрослый ребенок погибший от шаревой молнии ему было что-то лет так 14 если вы считаете что они погибли за грехи это ваше право но я эту тему обсуждать не буду считаю ее просто беззравственной без комментариев это ваше мнение оставайтесь при сравнении я слушаю что мне говорят хорошо я высказал свое мнение вы довольны моим ответом все спасибо да пожалуйста это кремно наибольшая концентрация на линейных молниях именно на Африку приходится ну это видно прекрасно без без моих комментариев безусловно да причем не просто на Африку центрано африканские джунгли да и эквитериальную Африку конечно конечно с магнитными полями это никак не связано в земле нет я думаю что это связано в первую очередь с климатом а уже магнитные электромагнитные поля в десятую очередь нормальные бразилки и русские которые ну здесь несложно корреляцию заметить что молнии конечно же в основном но при векетрианных областях да 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 разумеется где возникают наиболее вот такие жесткие грозовые облака пожалуйста вот знаки которые вы нанесли на эту тарку по-моему они отражают именно плотность населения вот смотрите южные отчасти отчасти да Европа это может быть просто мало наблюдателей в остальных я безусловно такую такую отговорку нет не отговорку одну из причин я это допускаю если вы помните когда я делал карты наблюдений НЛО там я мог себе позволить в силу того что количество информации там не два десятка а там много тысяч я мог себе позволить с этой информацией эту информацию обрабатывать и там я делал отсылку на плотность населения но в данном случае я еще не начал это делать просто что называется предоставляю в таком виде но если вы обратите совсем уж пристанное внимание то обратите внимание то заметите что большая часть этих событий происходит в нашем Нижнем Поволжье и на Кавказе которые ну уж точно менее плотно населены чем там вся Европа и уж точно ну как бы Китай Индонезия вот вот где по идее по всей логике и по вашей логике ну не вашей конечно но вообще по логике в принципе вот здесь должно было быть просто столпотворение самоплотно потому что на этом острове самая большая плотность населения и плюс к этому самая большая плотность молнии казалось бы все карты у них на руках но может быть просто закрытая территория какой-то в Китае закрытая страна ну скажем я вас умоляю количество смартфонов видео фототехники на руках у китайцев по-моему на два порядка превосходят то что есть у нас еще вопросы где вы лично большее число молнии наблюдали ну если я скажу на Медведьской гряде с одной стороны это объективно так но с другой стороны я опять же оговорку делаю вот как предыдущий оратар говорил о плотности населения в данном случае я говорю о плотности исследований все-таки скидку надо делать на то что на Медведьской гряде конечно мы бываем чаще чем в других местах ну опять же нашли место и поэтому ну как бы сказать урожайное место поэтому и пользуюсь этим если бы мы условно говоря там на озеро Нонгпай регулярно ездили где тоже как на Медведьской гряде там шаровые молнии часто появляются может быть у нас была бы другая статистика я честно такую оговорку делаю что называется до конца конечно я не уверен что это ну условно говоря столица вот этих самых линейных молний но предпосылки к этому есть если не столица то по крайней мере не самое последнее на планете место где поселок Березовский находится поселок Березовский это Свердловская область ну Свердловская да область Свердловская я чуть было не сказал Екатеринбургская под Екатеринбургом поселок Березовский он название не изменил не путайте с Березовским пожалуйста почему снимание про Урал что почему этот фильм про Урал снимали почему фильм про Урал потому что любой фильм про заснеженную дремучую Россию воспринимается как само собой разумеющееся если в кадре там будут в попахах с медведями на поводке с шашками эти лохматые бородатые русские то так сказать никто не усомнится в правдивости ну наверное вот по принципу что ни одному человеку не придет в голову что это неправда потому что у этих русских точно и НЛО падают и вообще как бы сказать все подряд происходит ну а не потому что там есть соседняя область Челябинская я думаю что создатели этого фильма я имел возможность их видеть вот примерно как вас да даже так сказать переговорить с ними наверное коротки создатели явно не настолько как бы продвинуты поэтому не берите в голову что они хотели там оттолкнуться от какого-то реального случая я думаю они просто исходили из принципа Россия это по определению уже по определению загадочная страна ну а если не просто Россия а еще Урал то это вообще просто не дыра а дыра в дыре поэтому поэтому вот дырой погоняет да вот поэтому вот все что вы не придумаете какую ахинею вот только вот не придумаете про Россию в любом случае при слове Урал-Россия все скажут ну да да конечно конечно так и есть да только вот одно не поверил почему они ходят без попах а так все правда короткий вопрос давайте по другому в середине доклада вы упоминали о таких установках машин времени которые вы конструировали в прошлом вы раньше рассказывали а какие эффекты количественно вы получили в них в плане ускорения замедления ну я многократно писал говорил пока естественно очень скромные но тем не менее эффект есть не нулевой эффект там тысячные или сотые доли процента но вопрос не стоит в том чтобы нет конечно стоит в мечтах мы уже конечно летаем к фараонам и к динозаврам а для этого нужны не доли процента а сотни тысячи процентов вот но тем не менее так сказать даже эти скромные проценты это уже хорошо я совсем не коснулся в нашей теме еще и того что мы в отличие от летающих машин времени то есть ну от реальных действующих машин времени я имею ввиду неважно в каком веке ее сделали там в 22 или в 21 или в 50 веке в любом случае они над нами могут появляться и сегодня и вчера и завтра ну понимаете почему вот ну в отличие от этих самых летающих образцов которые уязвимы перед молниями а сегодня я говорил именно об этом об этой особенности наша установка установки они не летают поэтому мы наоборот пытаемся использовать энергию молний в своих интересах и судя по всему одно попадание ну то есть делаем молнииотвод запитываем через проводку нашей обмотки на машине в машине времени и ждем очень долго ждем когда же так сказать молния придет и ударит и запитает вот при нас ни одного попадания не было но судя по всему судя по эффектам одно попадание было без нас вот так что наши взаимоотношения с линейными молниями как вы поняли не ограничиваются моим сегодняшним докладом они здесь только все начинается то есть молнии не только нам вредят но на данном этапе может быть немножко и помогают вот так что история эта не закончена о которой вы спрашиваете и очень надеюсь что у линейных молний если они конечно разумны хватит совести для того чтобы нам все таки помочь а не мешать мы пробовали и то и то порядок величины вы здесь соты и двадцать процентов порядок величины да а расчетами пытались попытаемся из общей относительности нет попытаемся разными путями если причем не только мы есть люди которые а какую еще мы можем пользоваться физикой кроме как классической естественно пытаемся это сделать хотя безусловно теория времени как таковая но если не считать теории Николая Козырева ну который не считается классической пока если не считать и его теории ну можно еще добавить еще два-три так сказать примера аналогичного там Венника который хрононы свои теорию хрононов развил который я не очень так сказать ну не хочу сказать не поддерживаю но по крайней мере теорию Козырева я считаю более прикладной в данном в данном случае других как бы сказать примеров от которых можно было отталкиваться я не знаю поэтому я конечно старался исходя из классических теорий но опять же кстати какие-то допущения при этом нужно давать поскольку без них передвинуться на следующий этап позволяющий говорить о изменениях времени безусловно систематика какая-то исключена надежно ошибок в новом деле всегда было есть и будет много за какое бы новое дело не брались я не знаю ни одного исторического примера чтобы кто-то действовал абсолютно безошибочно ну разве что вот как говорила предыдущий оратор если это не божественное проведение и то бывают ошибки погрешность измерения у нас меньше чем те величины о которых мы говорим короткие если можно вы исследовали еще это фейк или это настоящий шаровый знаете если это фейк то во-первых для его производства требуется технологии размера Голливуда ну хорошие технологии я имею в виду а во-вторых я ставлю под сомнение даже само это предположение поскольку эта история началась задолго до возникновения Голливуда я думаю даже до возникновения Соединенных Штатов то есть эта история легенда очень старая древняя ну я безусловно не могу утверждать что так и было сотни лет назад но судя по всему сами тайцы они рассказывают эту историю историю этого озера они в общем-то ну как сказать они уверены в том что шаровые молнии вылетали оттуда много веков назад поэтому ничего кроме того что констатировать что это шаровые молнии я не могу хотя никто близко их не видел есть множество роликов просто где они вот так вот вылетают все ролики на всякий на всякий случай поднимите руки кто был в Таиланде один целых одна рука значит была на этом озере Нонгпай просто в Таиланде хорошо значит тогда объясню поскольку здесь не так много людей которые были на этом озере объясню что во время праздника ожидания этих шаровых молний многочисленные туристы говорят их до 40 тысяч за раз набирается рассаживаются по берегам озера как условно говоря на склонах какого-то кратера на склонах стадиона вот слово стадион наверное более и по размерам и по форме соответствует в центре озера плавает одна ну может быть две лодки с монахами вроде бы ну то есть она просматривает лодка просматривается хорошо поэтому если кто-то думает что монах там из рукава выбрасывает там зародыши шаровых молний это легко проверить с помощью бинокля но ближе чем там 200 метров подойти к этому к месту появления молний они появляются в центре вылетают из центра озера невозможно если вы видели видеозапись где как вы говорите там на расстоянии руки значит это было сделано с помощью очень хорошей оптики но стояли люди не рядом они там в 100-200 метрах от этого места именно на этом основании я как бы сами понимаете ну не могу вот вот клясся и божиться что это они есть вроде бы да у меня нет оснований считать что это маскарад что это фейк для туристов ближе не позволяет но ближе не позволяет подойти нельзя а замечательная идея когда пойти в Таиланд постарайтесь ее реализовать все на этом с вашего позволения будем считать тему ну не исчерпанной ну по крайней мере поставлю ее на паузу напомню что через неделю у нас будет докладчик Николай Николаевич Непомнящий тема будет касаться Белой Африки Непомнящий очень хороший специалист по Африке что называется мои вам рекомендации и вот в следующий раз он расскажет о белых людях которые проживали и соответственно какой-то след свой в истории оставили незаслуженно забыты и он постарается так сказать по-новому может пересмотреть историю которую мы и так плохо знаем с его точки зрения ну и еще напомню о том что старт Хакасской экспедиции уже так сказать известен дата старта мы из Москвы стартуем 1 мая в 23 там с чем-то Хакасским поездом Москва Абакан кто захочет присоединиться у него у вас такая возможность покупайте билеты самостоятельно в пятый вагон поезда и можете присоединяться на всем пути следования от Москвы до Абакана всем спасибо и до следующих встреч до встречи